Сочи получил высокую оценку главы государства за подготовку и проведение саммита ОСЕАН. Как подчеркнул глава города, это оценка усилий всех сочинцев, активно работающих на имидж курорта. Само планированное совещание у мэра проходило под девизом «Безопасность курорта – дело каждого его жителя». Старт летнего сезона обещает быть ярким и праздничным. Костюмированный карнавал соберет тысячу гостей со всей страны. А значит, наравне с правоохранительными органами, бдительным должен быть каждый. Руководителям ТОСа, домкомам, представителям гаражных кооперативов и садоводческих товариществ поручено провести обследование подвалов и чердаков, после чего закрыть их на ключ. О всех подозрительных предметах и людях необходимо быстро сообщать в полицию. На улицах курорта готовы выйти более ста народных дружинников. Свою лепту внесут казаки и добровольцы, которые также намерены патрулировать жилые микрорайоны и села. Либо мы знаем, что в доме есть какие-то квартиранты для нас непонятные, надо немедленно, повторяю еще раз, немедленно дать эту информацию участковому инспектору, немедленно, если мы хотим безопасности. Готовность пляжей тоже приоритетный вопрос обсуждения. Турист – главный инвестор курорта. И насколько комфортно он отдохнет, зависит и как много денег он оставит в городе. В этом году в Сочи будет работать 183 пляжи, 81 – это муниципальные, остальные принадлежат санаториям и пансионатам. Но если на муниципальных пляжах подготовка к лету уже завершается, они отсыпаются и благоустраиваются, то не на всех ведомственных прибрежных зонах видна такая работа. Особенно показательными оказались пляжи санатория Ставрополя и пансионат «Автомобилист». От имени главы руководителям оздоровительных учреждений уже отправлены телеграммы с требованием навести порядок на подведомственных территориях. Продолжается борьба курорта и с комарами. Вируса зика в Сочи нет и не будет, заявляют врачи. Муниципалитет готов помогать горожанам в борьбе с заболоченными местами, где будут высаживаться эвкалипты. Все пруды также на безвозмездной основе будут заполняться рыбками гамбузия, которые охотно поедают личинок кровососущих насекомых. Их могут получить все желающие на станции Юнатов с 12 июня. Доктор Соколов в свое время сделал нам хорошее дело и из малярийника мы стали замечательным курортом. Чтобы вот таким курортом его сохранить, нужно всего лишь навсего проявить гражданскую позицию. Прийти с баночкой и получить эту гамбузию и по всем этим водоемам, которые есть, ее просто разместить. Ужесточаются меры и в борьбе с незаконным строительством. Практически все стройки, попавшие в этот список, приостановлены. По заявлению мэрии в судах они не найдут поддержку и узаконить такие объекты вне зависимости от размеров будет практически невозможно. На всех уровнях ужесточается законодательство в сфере самовольного строительства. Причем под него попадает не только многоэтажное здание, это и небольшие строения, которые строятся с отклонениями от параметров, которые указаны в разрешении. Поэтому у нас огромная просьба, обращайте внимание на то, чтобы получить вовремя разрешительную документацию. Глава города лично контролирует процесс прохождения. После ярких обсуждений вопросов подготовки к лету, планерка перешла в режим диалога. А вся территория курорта украшается цветами и зелеными насаждениями. По результатам мониторинга клумб и подвесных конструкций на территории Большого Сочи, специалисты заявили, грань между центром и окраинами постепенно стирается. Люди в этой работе тоже активно принимают участие. Руководители ТОСа, поселка Лао, заявили мэру, что его жители тоже хотели бы украсить свои газоны цветами. Мэр поддержал эту инициативу. Финансировать зеленение будут инвесторы, меценаты и сами жители поселка. Так что в итоге, заявил глава города, выиграют все.